Настойчивый фермер из восточно-китайской провинции Чжэцзян стал интернет-сенсацией благодаря вот этой фотографии. Ло Баогэнь – владелец дома, который одиноко стоит посреди новой автотрассы. Остальная тысяча жителей деревни Сяянджан уехала отсюда ещё четыре года назад, чтобы освободить место для строительства дороги. Однако 67-летний Ло и его жена отказались это сделать. Говорят, 260 тысяч юаней – 41 700 долларов, которые предложили им власти в качестве компенсации – это слишком мало. «Что я могу сделать? Я здесь родился. Так пусть правительство здесь же меня и закопает. Я не сдвинусь с места, пока они предлагают мне всего 260 тысяч юаней. Как я могу построить другой такой же дом всего на 260 тысяч юаней?» Дом Ло – это лишь половина того дома, который был здесь раньше. Вторая часть строения принадлежала его брату. Тот, согласился переехать и её снесли. Одиноко торчащие жилые постройки среди очищенных территорий – явление в Китае нередкое и даже имеет своё название. Такие упрямые дома, чьи владельцы наотрез отказываются выезжать, называют «гвоздями». Впрочем, конец у них у всех, как правило, один. Рано или поздно, с согласия владельца или без него, их всё равно сносят. Впрочем, Ло не считает свой дом гвоздём. Говорит, проблема не в том, что он не хочет переезжать, а в том, что хочет честной компенсации. «Это не дом-гвоздь. Как это можно называть домом-гвоздём? Всё, чего я хочу, чтобы правительство построило мне такой же дом. Я не хочу их денег». Строительство автотрассы закончили недавно. Для общего пользования её ещё не открыли. Но жители соседних деревень, проезжая мимо дома Ло, останавливаются посмотреть. «Это здание стоит посередине дороги, и это опасно. Так что, я думаю, его нужно снести. Однако, при этом они должны выдать нормальную компенсацию, чтобы он смог построить себе новый дом. Властям необходимо быть более разумными. Им нужно считаться с интересами людей». В Китае почти вся земля принадлежит государству. Ради строительства новых инфраструктурных объектов людей часто выселяют целыми кварталами или деревнями. При этом, как сообщают жертвы таких выселений, размер компенсации редко бывает адекватным, а иногда их не выплачивают вообще. Случай с фермером Ло протекает ещё достаточно мирно. В этой стране известно и множество других случаев, когда под покровительством властей бригады по сносу объединяются с местными бандитами и берут дома жителей штурмом. На этой фотографии житель провинции Ухань и его самодельная ракетная установка, с помощью которой он защищал свою собственность от застройщиков. В 2010 году трое жителей провинции Дзянци в знак протеста против принудительного сноса их дома совершили самосожжение. Один из них скончался. В результате их дом всё равно снесли.